В правительстве обсудили фонд капвложений на 2022 год. В него включили дополнительные пункты, ремонт школьных пищеблоков, приобретение новой мебели и инвентаря для детсадов и школ, обновление книжного фонда библиотек. Всего 18 новых программ. В следующем году продолжится ремонт школьных пищеблоков. Эта программа начала действовать в 2019-м. Для семи школ закупили оборудование на 900 тысяч рублей. В 20-м и 21-м из-за пандемии ее действие прекратилось. Планируется, что модернизировать пищеблоки будут до 2024 года. В программу попадут школы с большим количеством учеников. Два года, начиная со следующего, будет действовать и программа по закупке мягкого инвентаря для детских садов. На покупку одеял, постельного белья, матрасов и полотенец планируют направить почти 7 миллионов рублей. Со следующего года запустят долгосрочную программу по замене мебели в детских домах, школах и детских садах. Она была разработана по поручению президента Президенцовской Молдавской Республики. Сегодня назрела острая необходимость обеспечения комфортного нахождения обучающихся в учебных заведениях для реализации мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Стоящая программа рассчитана на 2022-2025 годы. Новая мебель должна появиться и в реабилитационных центрах, психоневрологических интернатах, домах престарелых и домах-интернатах для особенных детей. 54 миллиона рублей из фонда КАП «Вложений» направят на замену окон в школах, больницах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, а также в учреждениях социального обслуживания. В Координационный совет при правительстве поступает много обращений по этому вопросу. Этих обращений с каждым днем становится все больше. Причины ясны. Мы с вами занимаемся зачастую глобальными стройками. Это тоже очень важно. Реконструируем и строим с нуля масштабные объекты. Но все мы прекрасно понимаем, что на фоне этого пока еще во многих школах, детских садах, коррекционных учреждениях, лечебных учреждениях просто невозможно открыть окна и проведать. Это базовые моменты, базовые проблемы, такие же, как и состояние санитарных узлов, коммуникации и так далее. Именно поэтому, согласно поручению президента, была подготовлена эта программа по замене окон. Программа важная, особенно в условиях пандемии. В следующем году планируют обновить и книжный фонд библиотек во всех населенных пунктах республики. На 2 миллиона рублей планируют купить детскую, справочную, информационно-познавательную и художественную литературу. Общая сумма финансирования фонда КАФ вложений на 2022 год – 264 миллиона рублей. Продолжение следует...